Елина, я ветеринарный врач центра Катанай, расположенного по адресу Бухарестка 142 корпус 1. Наш центр специализируется на лечении экзотических животных и сегодня мы с вами обсудим как правильно содержать и кормить хорьков. Для начала поговорим об общих каких-то сведениях о хорьках. Хорек это хищник. Общая продолжительность жизни хорька примерно 5-8 лет, но порой животные могут прожить и 10 лет. Возраст отъема от щенков от матери составляет примерно месяц-полтора, то есть 4-6 недель. Половая зрелость у хорьков по литературным данным наступает в промежутке с 4 до 12 месяцев, но разброс очень большой, поэтому мы можем все это сместить до 8-10 месяцев в основном. Беременность у хорька длится 40-42 дня, при этом самки-хорька они меньше по размеру, их вес составляет примерно 700 грамм-кило-двести, самцы крупнее, они могут весить от килограмма до двух. При этом нужно учитывать, что у хорьков есть сезонные колебания веса, порядка 30-40% плюс-минус. Зависит это от сезонности, к зиме хорек набирает массу, к лету, к весне скидывает все это. Температура ректальная у хорьков примерно такая же, как у кошечек, это 37,8-39,5 градусов Цельсия. Частота дыхательных движений в покое примерно 33-36 движений в минуту. Частота сердечных сокращений обычно это в районе 180-250 ударов в минуту, но в литературе описаны диапазоны от 200 до 400 ударов в минуту, тоже считается нормой. Что крайне важно знать о хорьках, транзит с пищей позже КТ у них в районе 3-4 часов, то есть это крайне быстро в сравнении с другими млекопитающими и хищниками. Поговорим о содержании, если вдруг решили завести хорька, что вообще нужно, какие условия создать ему дома, что нужно приобрести, что нужно наоборот убрать, сколько времени ему нужно уделять и прочее. Начнем с того, что хорек достаточно много внимания требует и есть некоторые моменты, к которым нужно относиться более щепетильно, то есть хорек это не то животное, которое можно импульсивно приобрести и потом все будет гладенько. Нет, это животное, которым нужно подготовиться. Начнем с того, что хорька можно содержать как в квартире на свободном выгуле, так и в клетке в квартире, и, наверное, это более предпочтительно, я считаю. Можно содержать на улице, некоторые содержат хорьков на балконе, они, например, оборудуют им отдельное помещение там. Можно содержать в открытом вольере на улице, например, на дачном участке, но вольер должен быть специально оборудован, чтобы хорек не убежал, чтобы у хорька было укрытие от ненастных каких-то погодных условий. То же самое касается, если животное живет, например, на балконе. Волкон должен быть теплоизолирован, либо же у хорька должна быть какая-то теплоизолированная конура, морка, куда он прячется от холода, дождя и прочего. При этом летом в таких открытых условиях содержания у хорька должно быть место, где он прячется в тени, где есть нормальная вентиляция, чтобы не получило животное тепловой удар. Большинство животных, про которых мы будем говорить, будут содержаться в любом случае в квартире. Квартира подразумевает наличие клетки. Клетку для хорьков мы выбираем крупную, большую, горизонтальную. Она будет очень похожа на клетку для кроликов, скорее всего это же будет клетка для кроликов. По размеру мы ориентируемся, что на одного-двух хорьков мы берем клетку порядка полутора-двух метров квадратных. То есть это прям большая клетка и нам нужно сразу понимать, что где-то нам нужно освободить местечко в квартире под это все. Подстилку на дно клетки мы выбираем в зависимости от наших предпочтений и вообще того, как хорек в ней себя ведет. Обычно дно клетки можно застелить соломой либо же опилками, но нужно понимать, что животные, скорее всего, все это будут раскидывать и будет мусор. При этом хорькам очень нравится куда-то зарываться, где-то прятаться и владельцы хорьков чаще всего выбирают пледы, различные какие-нибудь старые вещи, где есть, возможно, рукав от кофты, куда можно залезть по типу туннеля. Можно расположить лежаночку какую-нибудь, но все это нужно достаточно часто менять, потому что хорек это не самое прям суперчистоплотное животное. Скорее всего, он-то будет все перемешивать и все это будет пачкаться, поэтому за сменой подстилки нужно следить достаточно сильно. В клетке мы также располагаем лоток. Хорька можно приучить к лотку, они будут всю нужду справлять туда, но это, к сожалению, большому не защищает от того, что хорек будет метить. Метки могут производиться и внутри клетки, также при свободном выгуле животного по квартире он будет метить и квартиру. Но чаще всего, всю основную свою нужду хорьки справляют в лоточек. У хорька должен быть свой угол, где он может спрятаться, отдохнуть. И чаще всего это либо гамаки, закрытые по типу норки, либо же это прям туннели, где хорек, допустим, в часы бодрствования может побегать, поиграть, спрятать что-то туда обязательно. Либо же там поспать. В клетке можно также располагать миски для кормления и обязательно ёмкость с водой. Вода может стоять как в миске, но за этим нужно следить, потому что хорьки могут опрокидывать это всё, либо туда мочить подстилку и пледы, и вода будет впитываться, и источника воды не будет. Либо же это могут быть поилки подвесные на прусье клетки. Хорьки достаточно неплохо и могут пить и из них. По поводу того, что хорек живёт в клетке. Он там не живёт 24 на 7, он там, скорее всего, ночует, либо же проводит своё прекрасное времяпрепровождение, пока владелец занят, работает в дневное время, либо же в ночное время, когда мы не можем присмотреть за животным. Соответственно, остальное время хорек находится в свободном выгуле по квартире, и для этого нужно тоже её подготовить. Первым делом мы, возможно, опускаемся на уровень хорька, именно взглядом, чтобы понять, что можно отгрызть, что можно потенциально съесть, либо что можно разгрызть, порвать и испортить внешний вид, допустим, какого-нибудь элемента мебеля. Это нужно понимать. Второе, мы ищем некие убежища, куда хорек будет прятать свою добычу, которую по какой-то причине не хочет есть сейчас. Очень часто они это делают под диванами, иногда могут раздирать внутреннюю обивку дивана, прятаться туда и там, допустим, спать. Если потеряли хорька, и вам нужно куда-то спешить, вам лучше сразу знать примерно, где он может плацироваться в квартире, в помещении. Плюс, если вдруг он украл какую-нибудь вкусняшку, которая может испортиться и начать издавать какие-то неприятные запахи, это тоже будет полезно знать, куда это он может спрятать. И если он найдёт эту вкусняшку испорченную раньше, чем вы, может всё закончиться неприятным отравлением. Поэтому все такие убежища хорьков по квартире нужно знать, чтобы, допустим, вы взяли его, посадили в клетку, быстренько это всё посмотрели, убрали всё ненужное. Это что касается содержания первичного. Второй момент, который стоит обсуждать, это кормление хорьков. Хорьки-хищники, потом это облигатно-плотоядные животные, они должны большую часть рациона, у них должен составлять белок, мясной белок. Растительный белок не очень для них приоритетен, не очень желателен. Соответственно, корм для животного мы выбираем либо специализированный промышленный рацион. Очень много сейчас на рынке различных кормов именно для хорьков, сухих кормов. Там большое содержание животного белка, там достаточно мало углеводов. Углеводы сложные и клетчатка у хорьков практически не усваивается, выходит транзитом. Если всё-таки мы не находим по какой-то причине специализированный рацион для хорька, чем мы можем это заменить, если мы говорим именно о промышленных рационах? Мы можем взять рацион для котяточек, он тоже подходит, плюс у таких рационов есть вариации в плане сухой корм, либо же это влажный корм, паштеты и прочее. Это первый, самый мой любимый, самый предпочтительный, на мой взгляд, вариант диеты и рациона для животного. Второй вариант диеты – это раф-диета. Эта диета идеологически наиболее сопоставима с тем, что хорьок ест в дикой природе. То есть хорьок должен потреблять, согласно этой диете, сырое мясо с костями, жилы, связки, субпродукты, яйца сырые и прочее. Мы представляем, что бы ел хорек в дикой природе, он бы давил мышей, он бы ел ящериц, отлавливал, разорял бы курятники, ел бы яйца, цыплят, куриц, кроликов и вот всякое такое. При этом мы учитываем не только саму составляющую рационную форму подачи. Поэтому владельцу, который хочет кормить раф-диетой, нужно понимать, что это будет прямое взаимодействие с кормовыми объектами, так называемыми. То есть там мышки, крыски, цыплятки, ящерки и прочее, яйца. И всё это либо в сыром виде в замороженном, либо же это приобретается в живом виде, то есть в живые кормовые объекты. Насколько человек готов ко всему этому, каждый, наверное, выбирает для себя, для меня раф-диета, основной её минус в том, что в любом животном, даже в том, который должен кушать хорек в дикой природе, есть не совсем желательные вещи, такие как кости. То есть хорек может наносить себе травму как ротовой полости мелкими костями, так и дальше желудочно-кишечного тракта, пищевода. Это может становиться прямо народным телом, которое нужно будет доставать оперативным путём. Это может вызывать перфорацию кишечника и достаточно серьёзное осложнение. Поэтому раф-диета для меня немножко нет чем-то. И третий, это прям совсем плохой вариант, по моему мнению, вариант кормления хорька, это фарши-каши. Фарши-каши это некая субстанция на основе фарша мясного. Обычно это говядина, либо индейка, курица. К этому всему добавляются каши обычные, это может быть рис, греча, добавляются яйца и овощи. Рецептов фарша-каш больше, чем достаточно в интернете, но опять же таки всё это по балансу питательных веществ далеко от промышленных кормов. Тут нужно понимать, что это, во-первых, трудоёмко приготовить, хорёк должен скушать, и мы сразу убираем, чтобы всё это не испортилось, и хорёк не кушал испорченные продукты. Плюс это не сбалансировано по витаминам, минералам, то есть нам нужно будет добавлять ещё в рацион какие-то витамины, очень много витаминов промышленных, например, там 8 в 1 фирма и прочее. Нужно смотреть, разбираться именно по составу витаминного комплекса. Соответственно, если мы говорим о кормлении хорька, то это не кошка, не собака, которых мы можем покормить 1-2 раза в день в зависимости от своего графика. Либо оставить в свободном доступе еду и уйти на работу, либо же там утром-вечером покормить и всё. Нет, хорёк должен кушать достаточно часто в связи с тем, что транзит пищи быстрый, в связи с тем, что метаболизм достаточно высокий. Поэтому раф-диета и парши-каши не особо отвечают требованию именно полежать, подождать, пока хорёк захочет покушать ещё раз. Либо же требованию тому, что мы можем, они не отпускают нас на работу, они не дают нам таких привилегий, как промышленный рацион. В целом, по кормлению у меня всё, по содержанию, то, что базовая рассказала. Давайте посмотрим по вопросам, что у нас есть. Я вижу, достаточно их много. Здравствуйте, а хорьку нужна компания в виде ещё одного хорька и как однополую жевать друг с другом? Хорьки достаточно социальные животные. Если мы говорим о том, что заводить ещё одного хорька, да, в целом мы можем заводить. Они будут играть между собой, это будет всегда весело. Это снимает часть нагрузки с владельца, потому что если хорёк живёт один, то мы для него компаньон максимально. Мы должны ему очень много времени уделять на поиграть, на поухаживать, иначе хорьки становятся агрессивными. То есть их ещё к рукам нужно приучить. Однополы уживаются достаточно неплохо. По поводу разнополых тут нужно... Я прочитаю на этот счёт ещё один эфир по поводу кастрации и стерилизации хорьков, так как тут очень много нюансов. И если мы берём разнополых животных, то нам нужно будет готовиться к потомству, либо же выбирайте один из вариантов кастрации. Об этом мы поговорим чуть позже, но да, они достаточно неплохо уживаются друг с другом, даже при однополом. Единственное, что это не серия, что мы завели первого хорька, а потом через какое-то время, когда он уже привык быть такой весь один любимый и весь с поглощённым вниманием на одного хорька, мы назоводим второго, у него, конечно же, будут вопросы, скорее всего, какая-то агрессия будет. Это какой-то новый член семьи, непонятные запахи не его и прочее. А можно ли давать цыпляток? И сразу же ответ можно. Да, можно давать цыпляток, это относится к ра в диете. Если мы кормим промышленными кормами, мы кормим только промышленными кормами. Ничего, каких-то дополнений не нужно. А можно накормить хорька чем-то, чем-то, что вкусно пахнет, чтобы он вкусно пах? Ага, можно ли накормить хорька чем-то, чтобы он вкусно пахнет, нельзя. Хорьки пахнут, вот как раз таки, почему хорьки так пахнут? Хорьки так пахнут, потому что у них очень много желез по телу, и запах идёт не только лишь от пароанальных синусов, которые так любят удалять. Если мы их удалим, не знаю, кастрируем хорька, всё что угодно сделаем, он продолжит так пахнуть. Это его особый запах, который распространяется от всего тела, от желез, которые находятся по всему телу. Поэтому нужно быть готовым к тому, что хорьок будет пахнуть, и к тому, что квартира будет пахнуть, и к тому, что вещи ваши будут пахнуть, всё будет пахнуть хорьком. Мне иногда кажется после приёма хорька, что я ещё несколько дней пахну хорьком, как бы я не мылась. Поэтому к этому нужно быть готовым. Чем категорически нельзя угощать хорька? Хорькам нельзя давать сладости, нельзя давать сладости, которые содержат сахарозаменители. Тут проблема не в самом сахаре, а проблема в том, что у них есть вещество, которое может вызвать острое отравление. Ксилит называется. Соответственно, мы не можем давать хорьку какие-то вкусняшки на основе углеводов, потому что это не особо усвоится и может вызвать проблемы с пищеварением. Есть специализированные вкусняшки для хорьков, но там нужно достаточно сильно читать состав, потому что не все производители добросовестно к этому относятся. Можно в качестве вкусняшек, например, держать в холодильнике замороженный кусок куриной грудки, грудки индейки, нарезать маленькими кусочками, размораживать, чтобы это было не холодным, угощать животное. Но мы помним, что хорек может это все прятать. Он прячет, и потом это все может очень неприятно пахнуть. И плюс это портится. Категорически нельзя давать кости, которые он в теории может отгрызть и проглотить. То есть, если это какие-то промышленные вкусняшки, все это можно. Но опять же таки, мы смотрим, чтобы это не отгрызалось слишком просто. Про игрушки не сказала, вспомнила. Про вкусняшки заговорили, про игрушки не сказала. Хорек должен очень много и бодро играть, поэтому мы максимально создаем ему игровую атмосферу в квартире. Это различные туннели, это различные игрушки, но к игрушкам мы относим такие же требования, предъявляем, как и к вкусняшкам. Это должна быть игрушка, которая по размерам меньше, чем пищеварительный тракт хорька, он не должен ее проглотить, и это не должно стать причиной обращения к ветеринарному врачу по причине инородного тела желудочно-кишечного тракта. Он не должен суметь отгрызть от нее кусок и также его проглотить. Это не должно быть какое-то линейное, такое прямо инородное тело по типу нитки. То есть все, что он может отгрызть и проглотить, мы исключаем. Различные шарики, мячики и прочее, что не проглатывается и не прячется особо сильно. Хорьки болеют? Да, хорьки болеют, как и все, кого я знаю. Все животные болеют, хорьки не исключение. У хорьков есть часть заболеваний, которые являются зоонозными, то есть могут болеть антропозоонозными, то есть могут болеть и животные, и люди, при том, что мы можем перезаражаться от них. Об этом мы будем обязательно разговаривать в ближайшие эфиры. Это одна из таких тоже вводных будет тем про хорьков. Ну да, хорьки болеют. Нужно ли их стерилизовать? Самок нужно, но это настолько большая тема, что я думаю, мы посвятим этому отдельный эфир, так как у хорьков есть определенные физиологические особенности, которые не позволяют нам просто взять и кастрировать самку-хорька так же, как кошку, либо собаку. Нам нужно всегда помнить о том, что они болеют гиперадренокортицизмом. Это заболевание надпочечников, и как раз-таки кастрация хирургическая очень сильно влияет на развитие этого болезни. Поэтому про кастрацию и стерилизацию хорьков мы будем говорить отдельно. Это будут сравнительные какие-то данные по поводу хирургической, химической кастрации. Поэтому это отдельная тема. Хорьков можно гладить или они недружелюбные? Хорьков можно и нужно гладить, к рукам их нужно приучать. Те хорьки, которые с раннего детства облюблены владельцами, они очень контактные, но всегда нужно помнить, если хорек нюхает вас где-то в мягких местах, это обычно вот тут они делают, либо в сгибе локтя они нюхают, облизывают. Готовьтесь, вас, скорее всего, сейчас очень больно укусит, и это будет очень тяжело оторвать от себя, потому что хватка у них дичайшая, сильная. А так, да, они очень милые, ласковые, но любят покусаться, то есть для них практически в норме взять и укусить, будь то владелец, либо же врач, который осматривает. Ну да, они любят гладиться, они очень тактильные ребята, очень милые. Огурчик можно дать харьку или шоколадку? Огурчик можно дать, немного можно, а шоколадку не можно давать. И про это мы уже говорили, сладкое нельзя. Всегда, когда думаем что-нибудь дать животному, будь то, не знаю, кошка, собака, всё что угодно, мы вспоминаем дикого сородича и думаем, где бы он нашёл шоколадку. Нигде, поэтому нет, не даём. Прививать их нужно и чем? Вы прям расхватываете темы эфиров. Прививать их нужно, а вакцинируем мы их от чуму платоядных и бешенство. Это мы будем обязательно обсуждать, потому что свои моменты в плане вакцинации у харьков тоже есть. Они бывают, дают анафилактическую реакцию на вакцину, и с этим нам нужно уметь работать, потому что не всегда харьков вакцинирует врач-специалист по экзотам. Не всегда харьков кастрирует врач-специалист по экзотам, а врачи-не-специалисты чаще всего могут не знать каких-то таких тонкостей. И об этом мы обязательно будем разговаривать, потому что это две, наверное, самые такие важные темы, потому что, если с остальным, скорее всего, уже придут к врачу-специалисту, то с вакцинацией и кастрацией могут прийти к любому доктору, потому что харьки — это не те, кого боятся, врачи и другие. Если хомяка куда-нибудь принести в клинику, скорее всего, вам откажут. Харька подумают и возьмут на приём. Поэтому с этим мы пообщаемся, чтобы владельцы были осведомлены, и чтобы врачи, которые не ведут в основном приём хорьков и экзотов, тоже знали, что могут достаточно сильно навредить. Хорьки — преданные животные. Они достаточно, да. То есть это не собака, которая прям вот ориентирована на владельцев, но да, отмечается достаточно сильно, что харек в условиях клиники, он понимает, что я не владелец, находясь на стационаре харек, и при этом, когда он видит владельца, он узнаёт запах, они прям очень ласкаются, любятся, и они достаточно ориентированы на своего человека. Вот тут как раз ответ на один из предыдущих вопросов. У меня два разнополых хорька, оба кастрированы, очень дружные, заводили в разное время. Это зависит не от пола, а от характера животного. Да, в целом это зависит больше от характера. Если животное заведено и получает много любви, и оно в целом адаптировано к разным людям и животным, бывает такое, что есть харек и кошка, и они в целом любятся, и у них всё прекрасно, поэтому тут нужно совмещать, просто всегда знать о том, что животные одного вида не всегда сходятся между собой, потому что для них бывает шок, контент, что есть, оказывается, ещё кто-то такой же, их нужно сводить очень аккуратно. Тут нужно считать два вопроса. Тут опять же есть ответ на предыдущий комментарий. Для того, чтобы харек нормально пахнут, нужна кастрация, правильное питание и гигиена. Наши не имеют ярко выраженных запахов, не считая фуник, которые они пускают. От запаха харька не избавиться на 100% никогда, он будет пахнуть всегда, специфический запах у него сохранится всегда. Даже если мы будем его мыть, то специфический запах будет через какое-то время проявляться, просто он будет менее раздражающий для владельца, плюс владельцы харьков чаще всего уже привыкают к этому запаху. Ну и прям он не супер едкий, но просто специфически к нему нужно быть готовым. А к фуньке, скорее всего, что-то, что производит прямая кишка. Можно ли гулять с харьком по снегу и траве? Да, животным можно гулять на улице, животное должно просто быть привито, мы после всех прогулок нам нужно будет проводить планы в обработке от эктопаразитов. В остальном, по снегу я бы не очень советовала гулять в городе, потому что сейчас сыпят солью, это не очень здорово для всех животных, поэтому харьок он очень сильно горизонтальный, он слишком червь, он слишком близко к поверхности земли, поэтому всё, что есть на грунте, будет на харьке, и зимой это не самое хорошее. Если это за горо, то в целом можно выгуливать его на шлейке, но опять же таки смотреть, чтобы животное не перемерзало. Это недолгие прогулки, но летом с ними гуляют достаточно неплохо. Какие витамины нужны харьку? В целом, если харьок правильно питается, у него хорошо сбалансированный рацион, дополнительные витамины по-моему не дают. Если же рацион по каким-то причинам у нас не особо сбалансирован, то есть комплексы витаминов, премиум-класса выбираем по производителю и по составу, тут лучше обратиться к ветеринарному специалисту, чтобы вам подобрали правильные витамины. В основном это не требуется. Я слышала, что они часто ломают лапки. Почему? Хорёк как хищник и он не застрахован от такой болячки, как вторичный гиперпаратириоз с кормовой. Соответственно, проявляется абсолютно так же, как у кошек и собак. Это размягчение костей, кости становятся хрупкими, ломкими, и обычно владельцы могут этого не замечать. Обычно это ставится всё в клинике, собирается полностью анамнез, врач понимает, что что-то не так с рационом животного. на рентгенограмме кости с пониженной плотности, и, соответственно, такой хорёк может получить травму, в том числе и перелом, просто, допустим, спрыгнув с какой-нибудь поверхности. Вот. Это первая причина, почему могут ломаться хорьки, обычно это молодые. Также могут быть различные травмы, связанные со средой обитания. Если есть места, где он может зацепиться лапкой и при сильном рывке сломать её. Но в основном они не так часто ломают лапки, как мы слышали. Бывает, но не прям суперчасто. А причины такие же, как у других животных. А можно принюхаться к хорьку? Это, видимо, можно ли привыкнуть к запаху хорька? Можно. Можно при правильном как раз-таки уходе за животным вполне можно. Не было бы столько любителей этих зверей, если бы запах угод вообще никакой толерантности. Можно принюхаться, можно привыкнуть. У меня случаются периоды, когда много хорьков на приёме, и я в целом уже не отличаю запаха. Но бывает, когда это хорёк первый за какой-то промежуток времени, что я прям пахну, на мой взгляд, очень долго, опять же-таки. Если человек хочет завести хорька, и он знает, как они пахнут, то это уже половина успеха. Второе там притереться, принюхаться и готово. Сколько стоит первичный приём с хорьком? Первичный приём с хорьком на Бухарецкое стоит 1400 рублей. В эту стоимость входит сбор анамнеза, осмотр врачом врачом и дача рекомендаций по поводу содержания того же кормления относительно именно конкретного животного. То есть врач может скорректировать ваши условия содержания, ваше кормление и прочее. При этом если у нас есть подозрение на какое-то заболевание, врач в эту стоимость включается план диагностики. Врач расписывает, какие есть предполагаемые диагнозы, что нужно для того, чтобы поставить либо исключить какой-либо из них. Стоит ли заводить хорька, если в городе нет специалистов по экзотам вообще? Сложный вопрос. Если очень хочется и если вы понимаете всю степень ответственности за животное, то скорее стоит. Но при этом нужно заранее подумать о том, что будет, если хорек заболеет. То есть либо это поиск врача, который не боится допустим вообще взаимодействовать с животным, а это как мы поняли уже несложно. Многие врачи могут принимать хорька, потому что это как специфическая кошка. То есть это хищник, с которым можно повзаимодействовать неспециалисту. и например завести врача для дистанционного лечения. Например у нас доступна онлайн консультация, если с животным что-то случается, вы всегда можете написать специалисту наших филиалов и вам дадут исчерпывающий ответ по поводу диагностики и лечения. То есть у нас будет небольшой прием дистанционный. Дальше мы перенаправляем, можем общаться также с врачом с которым лечащим вас давать ему указания что делать. В целом хорьки не сказать не такие сложные, но они очень похожи на других хищных млекопитающих, поэтому в целом врач не специалист может справиться, если ему давать указания дистанционно. Поэтому если подходить ответственно ко всему, то можно заводить хорька в городе, где нет специалиста. Предыдущему вопросу поможет ли онлайн-консультация в некоторых случаях с хорьком? Да, поможет. Это поможет как минимум не кастрировать хирургически его, либо же сделать это, скорректировать хирургическую кастрацию немножко. Это поможет при некоторых заболеваниях, при большинстве заболеваниях. То есть если у человека будет на руках анализы, либо же он будет готов сдавать эти анализы и предоставлять данные врачу дистанционно, то в целом в такой команде из специалиста дистанционного, специалиста очного, но не специалиста по экзотам и ответственного владельца можно полечить очень даже хорошо. У них бывают новообразования какие-нибудь? Конечно же бывают у них новообразования. Мы сейчас уходим просто в такую степь. Новообразования бывают. если есть на чем образовываться, то это все образуется. По поводу новообразования мы тоже поговорим, потому что они могут отрастать на всех частях тела хорька, на всех органах хорька, и они могут приводить к разным последствиям, частично это тоже касается надпочечников. То есть новообразования бывают. У меня знакомая нашла хорька на улице, их тоже выкидывают. К сожалению, да. и к сожалению на моей памяти было несколько животных, которые приходили на прием после того, как их нашли на улице. Это животные, с которыми не каждый первый владелец гуляет. То есть это не серия, что хорек сорвался с поводка и убежал, и вот теперь его разыскивают. Нет, чаще всего это животное действительно выкидывают, потому что не могут обеспечить им адекватных условий содержания, поэтому хорек начинает например пахнуть излишне, это напрягает владельца, плюс он еще может быть агрессивный, потому что его не гладят, не играют с ним, и все это накручивается, люди их выкидывают. Очень грустно. Сергей Михайлович, химическая кастрация бывает у хореков? Да, она бывает, и мы об этом с вами поговорим. Сколько хорчиха может родить за раз? Хореки многоплодные животные, за раз приплод может составлять от 1 до 15, но в среднем это 6-7 щенят. У нас вопросы кончились, но я думаю, что вас прям взбудоражила тема хорьков, поэтому я жду ваши вопросы в комментариях, буду мониторить, смотреть. У них бывают проблемы с родами? Да, бывают. Абсолютно такая же проблема может быть у кошки, у собаки дистанция разрешается медикаментозно, иногда бывает хирургически, всякое бывает. Так вот, задавайте свои вопросы в комментариях, буду рада ответить на них. Это видео будет сохранено в GTV в Инстаграме, поэтому у вас будет просто бесконечное время для вопросов. также со временем он появится на YouTube, там тоже можно задавать будут свои вопросы, я тоже буду отвечать на них, и я думаю, что раз так хорьки взбудоражили и столько вопросов, то мы будем встречаться с вами еще не один раз и потихонечку разбирать, почему их нужно и как их вакцинировать, почему их нужно и как их кастрировать, и болезни будем разбирать, новообразование, все будем разбирать. Всем спасибо, был рад пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok